Лариса Белогорова Анатолия Васильева При школе драматического искусства В кино Лариса Белогорова Началась сниматься с 1981 года И в ее фильмографии 17 кинолент Самые известные фильмы с участием актрисы «Прощай зелень лета», «Остров погибших кораблей», «Гений», «Пиры Вултасара» Или «Ночь со Сталином» Кинокарьера Ларис закончилась в 1992 году Наступили 90-е годы Пришло другое поколение актеров А она все-таки из советского кино Ей предлагали в основном сериалы И фильмы с бандитами Но звезду это не интересовало Актриса спокойно восприняла такую ситуацию И нашла себя в новой сфере Стала интересоваться кулинарией Лариса устроилась компанию По продаже кухонной утвари Особого дохода это не приносило Зато работа была по душе 54-летняя звезда фильмов «Гений и остров погибших кораблей» Лариса Белогорова Скончалась 20 января 2015 года От рака Надежда Смирнова родилась 19 декабря 1962 года С самого детства Надежда любила Всем демонстрировать свои актерские таланты Юные дарования сумели вовремя Заметь с режиссерой И начиная с 1974 года 12-летняя девчушка Начала сниматься в кино Первые фильмы, в которых снялась актриса «Побег из дворца и птицы над городом» Успех пришел к актрисе с выходом музыкального фильма-сказки Режиссера Олега Беймы «Сказка как сказка» Популярность Надежды увеличивалась с каждым годом За счет ее блестящего исполнения ведущих ролей В фильмах «Дачная поездка», «Сержанта Цибули», «Джек восьмерки на американец», «Пусть он выступит», «Обвиняется свадьба» В 1987 году окончила в ГИК В 1991 актриса также пробовала себя в роли сценариста Она в соавторстве с Сергеем Белошниковым Написала сценарик мелодраме «След дождя» И сыграла в ней роль Лизаветы В 1991 году выходит фильм с ее участием «Круг обреченных» В фильмографии актрисы всего 20 ролей 18 ноября 1995 года в возрасте 32 лет Надежда Смирнова умерла от рака Ирина Метлицкая родилась 5 октября 1961 года В Северо-Одвинске Архангельской области Училась в физико-математической спецшколе Кинорежиссер Игорь Добролюбов заглянул в эту школу В поисках девушки на главную роль И пригласил ее на съемки фильма «Расписание на послезавтра» Где она сыграла роль Катя Шумейко Эта роль перевернула жизнь Ирины И хотя, окончив школу, она поступила на физический факультет Белорусского государственного университета Но, проучившись всего год, она уехала в Москву Где поступила в Щукинское училище Еще на четвертом курсе начала играть в театре «Современник» По окончании училища была принята у его труппы Ирина Метлицкая, актриса биографии которой полна прекрасных ролей Сыграла всего в 23 фильмах Также к ее лучшим работам в кино специалисты относят ленты «Палач» и «Черная луаль» Многие режиссеры хотели бы поработать с Метлицкой Но в последние годы она стала отказываться от съемок Потому что не хотела играть шаблонные роли Кроме того, в кино в конце 90-х годов наступил финансовый кризис Который не позволил реализоваться некоторым проектам Так Сергей Соловьев мечтал снять Ирину в роли Анны Карениной Но фильм долго не мог найти финансирование Поэтому роль так и не сложилась При жизни практически никто не знал, что у нее есть хоть какие-то проблемы со здоровьем Диагноз лейкемия был известен очень узкому кругу людей Все восхищались тому, как она выглядела Она только смеялась в ответ В какой-то момент казалось, что болезнь отступила Врачи начали высказывать рубки оптимизма Но обращение к целительнице, которая пользовалась нетрадиционными методами врачевания Привело к новому витку болезни, которая привела к кончине Ирина Метлицкая скончалась от лейкемии 5 июня 1997 года Похоронена на Троекуровском кладбище в Москве Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске В кино «Любовь Полищук» дебютировала в 1974 году, сыграв эпизодическую роль в фильме Григория Александрова «Скворец и Лира» Широкая известность пришла к ней после премьеры фильма «Марка Захарова. 12 стульев» в 1976 году Одним из ярких эпизодов в том фильме был эпизод, в котором она танцевала танго с главным героем в исполнении Андрея Миронова Несмотря на успех, после выхода «12 стульев» советское начальство объявило лицо актрисы Полищук не советским, запретив снимать ее в главных ролях После этого «Любовь Полищук» несколько лет снималась только в эпизодах, хотя нередко запоминалась зрителя не меньше, чем главные герои Так после съемок Полищук в фильме «Моя морячка» ее разбитную отдыхающую многие цитировали и копировали А в «Интердевочке» она сама добавила некоторые реплики своей героини В 1984 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР Среди других запомнившихся работ актрисы «Белый ворон», «Если можешь простить», «Змеевов», «Любовь с привилегиями», «Бабник Ширли Мирли» В 2000 году снялась в ряде сериалов В 2000 году любимая многим комедийная актриса попала в автомобильную аварию, после которой у нее начались проблемы со спиной В 2005 году у артистки диагностировали сарком позвоночника, и ей пришлось лечь на лечение в больнице, где ее удалили часть позвоночника и отправили на реабилитацию в частную израильскую клинику Но успехов она не принесла Вернувшись в Москву, будучи тяжело больной, Полищук продолжила сниматься своей последней роли в сериале «Моя прекрасная няня» На последний съемочный день она отпросилась из больницы Последние месяцы Любовь Полищук жила на сильных обезболивающих препаратах А 25 ноября 2006 года родные не смогли разбудить актрису Она впала в кому, через три дня она скончалась на 58-м году жизни Похоронена 30 ноября на Троекуровском кладбище столицы Анна Самохина родилась 14 ноября 1963 года в городе Гуривске, Кемеровской области В 1987 году Анна Самохина получает главную женскую роль «Мерседес» в фильме «Узник. Замка. Илья» В 1988 году режиссер Юрий Каррой пригласил Анну Самохину снять в своей картине «Воры в законе» Фильм принес Анне огромную популярность Актриса в 1989 году переезжает в Питер и работает в Ленкоме Среди киноработ актрисы можно выделить роли в ленте Яна Фрида «Дон Сезар де Базан» Снятой в 1989 году, где партнерами Самохиной были Михаил Боярский и Юрий Богатырев В исторической драме «Царская охота» в 1990 году, в которой она сыграла княжину Тараканову Классическая красота Самохиной особенно хорошо смотрелась в пышном антураже костюмных фильмов И режиссеры это активно использовали В начале 90-х годов Анна Самохина сыграла несколько десятков ролей в фильмах разных жанров В 2001 году на экраны страны вышел сериал «Черный ворон», в котором Анна Самохина сыграла Аду Захаржевскую А в 2003 году телесериал «Бандитский Петербург» Самохина сняла из роли Кати Сванцевой Всего в фильмографии актрисы более 60 работ В конце ноября 2009 года актриса из-за внезапных болей в желудке решила пройти гастроскопию 25 ноября она была госпитализирована в военно-медицинскую академию с жалобами на боли в желудке 26 ноября 2009 года врачи диагностировали рак желудка в последней четвертой стадии В последние дни Анна провела в осписе Санкт-Петербурга Его работники рассказывают, что ее макияж был безупречен даже в самые тяжелые дни А чтобы скрыть последствия химиотерапии, актриса не снимала платок с головы 8 февраля 2010 года в 2 часа ночи Анна Самохина скончалась на 48 году жизни Похоронены 10 февраля 2010 года на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга Рядом с могилой свекрови матери первого мужа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин